Полет фантазии, литры клея и несколько бессонных ночей – вот составляющие самого яркого мероприятия дня города. В парке на Шереметьевском проспекте состоялся традиционный парад колясок. Родители старались преобразить транспортные средства своих малышей в совершенно неожиданные и непредсказуемые предметы, как бытовые, так и сказочные. Это Добрыня Никитич. Таким именем наделили мальчика папа и мама. Ребенок просто обязан в будущем стать богатырем. Поэтому на нем сегодня современная военная форма цвета хаки и старомодный щит. Передвигается будущий защитник Родины на электрическом коне. На нашей русской земле богатыри еще не перемелись. И вырастет такое поколение молодых людей, которые будут защищать свою жену, семью защитить и Родину. Тема парада этого года – из прошлого в будущее. Поэтому среди участников можно встретить нескольких ивановских невест и даже одного бурылина, которому борода мешает говорить. Тут картон, ткань. В общем, все, что было под руками, то и делали. Всеми силами, всем семейством. Бабушка нам шила костюм. Мы с папой сделали коляску. Всем семейством работали. Ирина Наделяева оказалась самой патриотичной мамой. Ее сын Ярослав сегодня прилетел на парад на самолете Як-1 под флагом великого полка «Нормандия-Неман». Маленький летчик еще не понимает, как актуален его образ в преддверии 70-й годовщины Победы. Мы делали дня три, наверное. То есть там надо было и каркасы делать, и обшивать все, и моделировать. Плюс мы еще изучали историю «Нормандия-Неман». Там как-то смотрели, что именно три лопасти у самолета должно быть, что Як-1. Потом герб очень долго изучали, рисовали. То, что мы не художники, было сложно очень. Были на параде и неравнодушные к истории других государств. Горожане смогли познакомиться с настоящей египетской семьей. Коляска была оформлена в виде золотой пирамиды. Создавался общими усилиями. Все друзья, подруги помогали. А образ долго думали и по теме из прошлого в будущее решили взять что-нибудь очень-очень прошлое. В этом году впервые яркая колонна присоединилась к шествию по Шереметьевскому проспекту. Организаторы уверены, что благодаря этому в следующем году участников будет больше. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.